Это была ранняя болезнь многих издателей аудиокниг. Вспомните, когда и Ардис писал «Приключения солдата Швейка» на одном диске. Чернов, нет, Самулов. Да, и мы издавали изначально, допустим, «Три возраста» Кенеса на одном диске. Все хотелось вместить на одном диске. Это потом мы уже поняли и стали переиздавать. «Три возраста» Кенеса у нас вышли на двух дисках. «Байзет» у нас сначала выходил на двух дисках. После этого мы это переиздали на четырех дисках. «Байзет» слушать можно, но «Три возраста» Кенеса прекрасно слушать. Это действительно восстановленный, приятный случай. Это была такая задача, чтобы все это было на одном диске. Ну, в интернете, на вашем же клубе тоже есть масса фонограмм, которые пережимают до такой степени, чтобы это можно было скачать. Да, но их не продают. Их просто продают без фонограмма. Да, согласен. Но в данном случае говорящая книга считала, что лучше продавать более сжатым качеством и дешевле, чем более хорошего качества и в два раза дороже. Ну, да, может быть, но все зависит от воспитания. Дело в том, что... Есть минималисты, есть максималисты. Говорящая книга считала, что любители дзен – это минималисты. Ну, сам Лао Цзы бы выспался, наверное, чтобы лучше сочетать приятные с полезными. Вот, но я бы, вот, хотел бы, опять же, возвращаться к качеству аудиогниг. Ведь поскольку, поскольку, к сожалению, у нас сейчас рынок, ну, действительно, движется на тех людей, которые сейчас энтузиасты в этом деле, либо работают на перспективу, я имею в виду производители. Ну, слава богу, президент сказал, что, ну, ключев-то, слушай, начали скупать. Да, это сильно повезло рынок аудиогниг, поэтому в этом смысле очень благодарны государству за поддержку. Какую-то. Да, после его выступления по нашей статистике, по, точнее, статистике магазина «Озон», в который мы поставляли данные диски, продажи ключевского выросли в четыре раза. Вот, и я думаю о том, что, вот, как-то, вот, может быть, все вот компании, производящие, они должны, ну, рынок как-то воспитывать, как бы, вот, пиар какие-то проводить, какие-то, значит, акции на, ну, у нас рассчитаны на привлечение слушателей, или донести до слушателей, что еще существует такое, аудиокнига, это вообще не какая-то, вот, ну, вещь для слепых, а это уже здесь просто для людей, которые, которые хотят получать как можно больше информации и в той, возможно, как можно более доступны для себя. В этом смысле у нас есть такое понятие, как пресс-релиз, где, как только у нас выходит какой-то новый продукт, мы обязательно пишем пресс-релиз, в котором мы рассказываем о данном продукте, помещаем отрывок из данной аудиокниги и приглашаем всех заинтересованных лиц в продвижение аудиокниг, размещайте эту информацию, размещайте на вашем форуме, сделайте на вашем форуме анонсы аудиокниг, размещайте отрывки аудиокниг, рекламируйте, реагируйте. Я, кстати, не видел, может быть, я невнимательно слежу, но я не видел в разделе форума разделы бы анонсы производителей, а анонсы аудиокниг. Там, вот, в Сидикомовстве есть, как же. Вот мы бы с большим удовольствием размещали. Мы не ваше делаем, конечно, обязательно, мы же только на днях подписали с вами партнерский договор, обязательно сделаем. Поэтому, что касается отрывков, естественно, мы не хотим продавать нашу продукцию как 80 грамм сококачественной пластмассы, мы готовы размещать отрывки из наших произведений на ресурсах и социальных сетях, освещенных аудиокнигам, тем, чтобы люди послушали фонограмму, ознакомились и приняли осмысленное решение о том, нравится им эту книгу слушать или не нравится. В этом смысле я считаю, что продажи через интернет, они очень перспективны, потому что человек перед покупкой фонограммы может послушать и действительно для себя решить, хочет он дальше слушать аудиокнигу или не хочет. В этом смысле продажи в магазине, они затруднены, потому что человек видит только красивую обложку и 80 грамм высококачественной пластмассы. Это в мешке, по сути, где покупают. Поэтому здесь большая роль отводится различным форумам и социальным сетям, которые должны действительно освещать эту проблему и знакомить слушателей с новинками рынка. Вот вы занимаетесь распространением, то есть сеть по сети, у вас дистрибьюторская распространение аудиокниги. Скажите, вот где вы, собственно говоря, продаете аудиокниги? Ну, в каких крупных магазинах, книжных, может быть, магазинах, в каких городах у вас есть сети по распространению аудиокниги? Значит, мы продаем во всех магазинах, которые хотят это делать. Ну, в Ашане... Наша продукция есть в Ашане, наша продукция есть в Московском доме книги, в сети магазинов. Есть в магазине Библиоблобус, есть в магазине Молодая Гвардия в Москве. Есть то, что называется пять ведущих магазинов, опять же, пять ведущих книжных магазинов, которые являются лидерами книгой торговли, занимают большой процент рынка московской розницы. Через эти магазины, естественно, мы продаем. продажи в этих магазинах, они достаточно ощутимы всех... Как написано на рекламе Библиоблобус, на Библиоблобус это мой главный книжный. Я бы согласился с этими словами, по-моему, в Москве Библиоблобус стал ведущим магазином книг. И в том числе аудиокниг, потому что в них на нулевом этаже, как они говорят, действительно создан единственный в Москве такого масштаба отдел, который торгует, который подает данную продукцию, аудиокниги, медиакниги, мультимедиа, видеофильмы и так далее. Да, ничего аналогичного в Москве я больше не знаю по объему ассортимента. Об объему ассортимента, да. Потому что, к сожалению, я заходил в Бумпери, то есть довольно-таки немаленький сетевой магазин по книгам, их очень заброшенный сегмент. Они не собираются его развивать. Ну, это, видимо, от менеджеров. Наверное, им это не нужно. Они считают, что их пользователи, их читатели, им интересны, хорошо изданные, толстые, на хорошей бумаге дорогие альбомы. Они ориентированы на другую публику, которая покупает книги за 500-1000 рублей и выше. Вот, кстати, по поводу вот этих вот красивых обложечек. Вы, наверное, видели, какие, допустим, есть подарочные виды, ну, виды изданий раньше подавали. Ну, таких вот сейчас, особенно, вот, Сидиком перешла на эти такие. Ну, вот такие вот. Диджипак, да. Диджипак. У вас вот имеется, вот, аудиокнике на таком Диджипаке, потому что 1С, вот, когда они рассказывали, что они вообще стараются, как можно, ну, делать одну и ту же книгу в двух различных обложках. Там бумажный, вообще, пакетик там какой-то, кому неинтересно платить за обложку, купил, послушал, а диск он учил. А вот, а другого, наоборот, ему интересно послушать, поставить шкаф как книжку и ходить, смотреть, вспоминать, опять переживать вот эти вот какие-то ощущения эмоциональные по поводу книги. Как у вас вот отношение к дизайну и оформлению этих книг? В данном случае мы скорее ориентируемся на людей, которые много слушают. Те люди, которые много слушают, у них уже, скажем так, достаточно большая фонотека. Если люди слушают, допустим, в машине, то это скорее расходный материал. То есть после этого уже не поставишь обложку там в шкафчик. Поэтому мы больше считаем, что люди прослушали, допустим, что особенно касается бизнеса, литературы, учебной литературы, и не ставят этот шкафчик. То есть подарил нам товарищ в каком-нибудь... Да, поэтому в данном случае мы считаем, что в своем большинстве это скорее расходная продукция, и стараемся минимизировать затраты на упаковку, чтобы люди больше тратили денег на получение информации, а не платили за красивую упаковку. То есть если говорить о каких-то художественных альбомах, вот у вас, например, лежит диск, изданный нами совместно для Третьяковской галереи, то, естественно, эти шедевры им уже более ста лет, и они еще более ста лет не утратят своей актуальности. А допустим, диск о логистике склада, он через 3-5 лет утратит свою актуальность, и уже будет другая логистика склада. Поэтому здесь мы придерживаемся того, чтобы упаковка не снимала бюджет клиента, лучше на эти деньги сделать качественную фонограмму. Давайте вернемся, интересно, к тем, кто эти книги нам преподносит к свецам. Каким образом вы участвуете в выборе кастинга свецов на издаваемые аудиокниги, или ваше, к сожалению, участие тут минимальное? У нас есть должность арт-директора. Арт-директором у нас работает сотрудница с большим-большим опытом. Ее актдиктора иногда называют мать Тереза. За ее доброту, милосердие, иногда, может быть, вредит некоторому делу, что она спрашивает строго за работу. Но она заинтересована всегда в воспитании кадров, в поддержании дикторов, всегда на стороне дикторов. У нее достаточно большая, грубое слово, база дикторов. Но это даже не база дикторов, это, скажем так, круг общения и знакомых, круг людей, которые ее называют матерью Терезой. Люди все, конечно, исключительно в своей работе на знакомствах, на приятном общении между собой держатся. Поэтому, когда только у нас возникает какой-то проект, и мы говорим о том, что надо прочитать вот такое произведение, Марина, она хорошо знает литературу, и она буквально сразу говорит, что для такого произведения нужен вот такой диктор. И сразу говорит конкретную фамилию, или две-три фамилии. Потому что данное произведение прочитает такой, такой и такой. И дальше уже вопрос только в том, кто из дикторов в настоящий момент свободен. Пусть мы читали произведение Мерзака Гримма Нарбекова, читал Олег Исаев. Но вот даже хорошо зная голос Олега Исаева, я когда слушал произведение Нарбекова, я только уже на втором часе поймал себя о том, что это я не Нарбекова, уже слушаю, а Исаева. То есть первый час я воспринимал, что мне дает советы, одна книга называлась «Энергетическая клизма», дает советы сам Мерзакарин Нарбеков. Только потом уже случайно, так сказать, услышал знакомый голос, я понял, что это читает Олег Исаев. И вот таких вот примеров, особенно что касается бизнес-литературы, когда она подбирает таких дикторов, что в бизнес-литературе очень важно, допустим, мы делаем фонограмму для издательства «Питер», бизнес-литература озвучивает, там очень важно мнение тренера, гуру, здесь важно то, с каким в треть лет диктор подает информацию. Иногда просто воспринимаешь данного бизнес-тренера, что голосом диктора. А согласовываете вы голоса с самими авторами? Не пробуете? Была такая практика? Конечно, особенно это касается звездных авторов. Попробуйте с Лукьяненко или с Дашковой. Еще там могу назвать пять-шесть звездных представителей и согласовать диктора. Они вам скажут о том, как вы плохо сделали фонограмму гениального произведения. Конечно.